Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сделали полосу задержания Попытаются огонь задержать Посмотрим, что дальше получится Сейчас поближе подойду Выходит огонь из леса Пожарка вылетела Попытаются отсесть огонь Видимо, вода кончилась Конечно, вода кончилась Все опалилась Соборождается страшным шумом Дымом Народ волнуется, что здесь все были Администрации, с пожарки Со всех сторон уже приезжали Лес сгорел Сейчас к деревне подходит Полье горит Спросьте, а я что делаю? Дочерпываю землю Отсыпаю Пытаюсь что-либо сделать, чтобы огонь не подошел близко к дороге А за дорогой уже деревня пошла Все село на ногах Короче, пожар в самом разгаре Организация пожара оставляет желать лучшего Что в своих силах я, конечно, делаю Все, кто мог прийти из деревенских, прибежали Кто в силах, кто знает, люди активные Пытаются что-либо сделать Но нет единого руководства Руководителей нет Который бы дал бы указания Вот этой группе делать то, этой группе делать это Лесхоз Пожарная инспекция Администрация Все в работе Но нужно, чтобы кто-то командовал Потому что люди стоят просто так на дороге Не знают, что делать Чем заняться С лопатами, с граблями Сейчас я поверну камеру и покажу, что делается Надо отъезжать Чтобы слишком опасно становится Вот к нам подходит Огонь Вот он уже Я тут в дыму стою То я здесь смог сделать заградительное сооружение Насыпал, чтобы до деревни не пошло А вот огонь идет с леса, приближается Вон по полю идет Все равно деревню отобьем Гореть не дадим Он кто-то рискованный, блин, такой Огонь 10 метров Это в том месте, где я делал отвал Из земли Возле деревни последняя сосна догорает Вон там что-то пытаются сделать Залетятся Вон такой силой огонь Страшно, бежут Возле деревни последняя сосна догорает Вон там что-то пытаются сделать Залетятся Вон такой силой огонь Страшно, бежут Трех шагов От меня огонь Ладно, надо работать Иначе можно сгореть Трех шагов Трех шагов Пожарники рискуют, ой-ой-ой. Героев надо знать лицо. А это начальство. Командует. Вроде затушили. Попытаюсь передать масштабы пожара. Сейчас я по горизонту проведу. Я сейчас сижу на крыше трактора. По горизонту проведу и посмотрим. Не дошло до леса буквально... То есть до деревни из леса вышел пожар и остановили на поле. Но не дошло буквально метров 300. Вот с этой стороны сгорел лес лет 8 назад. Уже свежие посадки, елки, все здесь отбили. А вот по этой стороне, старый лес, лет 50 ему, искусственной посадки лесхозовские. Тот выгорел. Все, теперь этот лес только на дрова. Больше никуда. Масштабы пожара в нашем селе Баженово, Саргатского района. Зачалить на первый взгляд очень сложно. Просто за моей спиной лес, который сгорел 8 лет назад. Сейчас я повернусь и покажу сейчас, что сгорело. Вот этот лес 50-летний. Я стою на крыше трактора и просто поворачиваюсь. Вот лес. А здесь то, что сгорело, вот с этой стороны, вот, вот, вот. То, что сгорело, здесь уже свежие посадки. Общими усилиями администрации, лесхоза, пожарной службы. Огонь не перекинулся на свежие посадки. Видно, да? Кошмар. За моей спиной поляна, где я косил уже несколько лет подряд, травы практически нет. Но все равно лесхоз и СПК местный сразу же своевременно сделали огнезащитную полосу БДТ. Вот с одной и вот с другой стороны. Так что огонь дальше не пошел. А дальше лес выгорел. И горит еще дальше продолжает. Ну, догорает. Там вот дальше огонь черный. Сейчас езжу туда, посмотрю. Там где-то находится источник возгорания. Продолжаем смотреть последствия пожара. Ну, я не знаю, кто-то здесь или где начался, пока не понятно. Вот здесь за моей спиной Петра Ивановича была пасека. Но она сгорела давно, еще лет 8 назад. А сейчас здесь другие пасечники были. Они просто летом здесь стояли, пчелы оставляли и уходили. И вот смотрю, лесхозовский трактор стоит. Ну, что непонятно, спросить не у кого. Те все тушат лесхозовские. Видно, что что-то случилось. Стекла валяется. Кабина помятая. Ну, видать, тушили, видать, что-то случилось. Будет лесхозоваться, я у них, конечно, спрошу. Все, ладно, поеду дальше смотреть. Вот так вот, такие последствия пожара. Хорошо, что не сгорел трактор. Отбили. Там мой трактор стоит. Буквально от лесхозовского трактора отъехал, ну, метров сто. Сейчас подойду, покажу. В ту сторону еще горит. Видать, туда ушел. Ну, там пожарки туда пошли, а не тушат. Сейчас подойду поближе, покажу. Взрыв. Взрыв. Отлично. Что случилось, не понятно, пока что неизвестно. Я, по крайней мере, не знаю. Но стоит выгоревшая машина. Взрыв. Взрыв. Все, наверное, что-то номеров даже не вижу Огнетушитель валяется, все, видать, пытались тушить Колеса сгоревшие, но жертв нету Все сгорело внутри А, вот номера видно Все сгорело Не знаю, что здесь произошло, я не знаю Дальше увижу главу администрации, спрошу Пострадавших не вижу, только материальный ущерб И что я еще должна комментировать? Скажи мне, пожалуйста Хочу спросить у главы администрации, что же произошло Не в самом селе, а прилегающей территории Боженской администрации Глава администрации молчит, как рыба Ничего комментировать не хочет Возмущается Ссылается непонятно на что Ну, глупости не говорите Я вам конкретный вопрос задаю Что случилось? Почему такой масштабный пожар? Потому что не зря объявили в области пожароопасный период Не зря объявили Ну, два слова-то вы можете сказать для канала? Что случилось? Пожар происходит Ой, Саша, вы же все сказали Ну, что за глупый вопрос? Да вы не слышали даже, что я говорил Вы все засняли, да, и теперь спрашиваете А что же случилось? Ну, наводнение, наверное, тут произошло Ну, что за глупые вопросы? Так, ну не хочет разговаривать Ну что ж Так и передам Реакция главы администрации на мои вопросы Прямо скажем, мне непонятно Что в этом особенного Ответить на два-три вопроса По поводу происшествия Такого тяжелого и сложного Но я выяснил одно, что Человеческих жертв нет, материальный ущерб есть Каковы размеры этого материального ущерба Пока что неизвестны, не установлены Да и будут установлены официальные лица Ну, пожар вроде как затухает Дело к вечеру Но народу было очень много задействовано Залез я на трактор На крышу трактора И нахожусь на Саргатском бугре Это вот от села Баженова Километра, наверное, полтора-два И дорога идет на Новопокровку Новопокровка преображена как дальше Ну, короче, еле унес ноги Хорошо, через лес дальше не поехал Думаю, что все, пожар прекратился Сменился ветер И, пожалуй, пошел обратно в другую сторону Сейчас я покажу обзор Маленько и приближу Вон там вот только что и в том лесу находился Там и тракер стоял, и машина сгоревшая Ветер поменялся и пошел в другую сторону То ли поднялся он верховой Непонятно Там вот стоит машина главы администрации Что там дальше стоит Сейчас сказать не могу Если вам было интересно, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, дизлайки Всем пока!